Что дядя Юра опять очередную какую-то залепуху построил. Я покажу вам и еще покруче кое-чего. Миксеры, понятно, отрабатывают, выдерживают заданные температуры. То есть там в районе все комментирующие о том, что красавчик дядя Юра развел очередного лоха. Вот такие комментарии будут удаляться. Приветствую всех! Сегодня я вам расскажу про очень интересную котельную, где используется, помимо газовой установки, газового котла, в системе отопления используются солнечные панели, которые греют не только горячую воду, но и еще осуществляют некую поддержку отопления. Ну давайте быть объективными. То есть где-то начиная с апреля месяца и по октябрь работают солнечные панели на отопление и горячее водоснабжение. Но здесь заказчик захотел это реализовать. И давайте так сделаем. Я никогда не удаляю комментарии, да? Но в данном случае, когда будут появляться комментарии, когда нахрена это все было сделано, деньги на ветер, это никогда не окупится, я вам просто объясню, заказчик в предыдущем доме, у него эта система уже была реализована, она его удовлетворяла. Человек может себе финансово позволить такие системы строить, и он это захотел воплотить в своем новом здании. Дом имеет 310 квадратных метров отапливаемой площади. Везде на первом и на втором этаже система отопления только теплые полы. Сразу же предвосхищая остальные все вопросы. Какое покрытие? Значит, первый этаж у них везде кафель, в гараже у них бетон, и на втором этаже у них паркетная доска, насколько я помню. Дом класса энергоэффективности, если я не ошибаюсь, по-моему, А+, плюс, чуть-чуть не дотянули до пассива, это я, может быть, в последующем там упомяну, некие причины, где были зафиксированы, ну, просто несущественные теплопотери. Значит, повторюсь еще раз. Здесь, помимо основного сердца, который является газовый котел, Будеру 172, 35 киловатт. Я пытался заказчиков приубедить, что 35 киловатт для вашего дома – это много, и 24-ки здесь было бы вполне за глаза, но нет. По-моему, в проекте было вообще заложено 42-ка. Ну, на 35-ке сошлись. Здесь в последующем установлены были на крышу здания солнечные панели. Наверное, одни из самых лучших, ну, это, скажем так, в моем понимании, да и заказчик это их раньше использовал, это Wisman Vitasol 300TM. Суммарная площадь солнечных коллекторов, если мне память не изменяет, по-моему, 7,5 квадратных метров. Ну и, собственно говоря, давайте пройдемся, я покажу основные узлы, элементы, потом попытаюсь как-то это все дело прокомментировать. Как я уже повторялся, основное сердце системы отопления и горячего водоснабжения является котел Buderus GB172, 35-киловаттный, RC310 автоматика, вот видите, сейчас происходит нагрев горячей воды, насосные группы, здесь насосы, по-моему, 30-дроп-7. Все с миксерами, поделено поэтажно, первый этаж, второй этаж, коллектор, гидравлический отделитель. Что вы еще видите у вас, видно вам тут на видео, это система водоподготовки, то есть деминерализатор, датчик электропроводности, понятное дело, перед вводом холодного водоснабжения в деминерализатор должен стоять редуктор с манометром. Дальше у нас, то что вы видите, это деорация теплоносителя, то есть удаляются все микропузырьки, что позволяет, скажем так, свести к минимуму некие сервисные обслуживания. Сепаратор шлама и магнетита, это вот такие вот вещицы. Ну и теперь поворачиваемся в эту сторону, это аккумуляционная емкость на 750 литров, дрожится, отличной емкостью за такие деньги, которые являются, ну понимаете, что такое аккумулирующая емкость, да, то есть здесь аккумулируется нагретая солнечным коллектором теплоноситель, который в последующем поступает в систему отопления, ну в том случае, когда он здесь достиг заданных температур. Ну давайте пока мы здесь крутимся, сразу же я объясню. Эта аккумулирующая емкость имеет два змеевика. Нижний, как всегда, по дефолту, это для солнца, верхний змеевик, это когда он идёт, кто-то есть альтернативный источник нагрева. В данном случае была сделана схема следующим образом. Этот змеевик был закольцован, вот она перемычка, и у нас здесь он полностью используется, вся солнечная энергия, проходя через теплообменник, передаёт тепло теплоносителю, и дальше в последующем он поступает, ну при фиксации. Нет, не буду я так, я вам потом позже расскажу на гидравлической схеме это. И в последующем, когда фиксируется некая заданная, ну некая температура вакуниционной ёмкости, вот переключающий клапан, который находится на находится на обратном трубопроводе, вот здесь на обратном трубопроводе установлен датчик температурный, который фиксирует температуру, и исходя, опять же, из заложенных температур переключает потоки, либо это работает отдельно, система отопления от газового котла, как только у нас в бойлере достигнута температура теплоносителя выше, чем у нас заложено здесь в графике, которую фиксирует опять же сенсор, тогда этот переключающий клапан переключает потоки, и у нас с аккумуляционной ёмкости идёт теплоноситель, проходит через котёл, котёл понимает, что я подаю, условно говоря, 30 градусов, а у меня возвращается, ну, давайте предположим, 50, он понимает, нафига мне топить, котёл отключается, и насосные группы начинают, ну, скажем так, таким жаргонизмом, отвечу, кушать вот этот теплоноситель, и мы начинаем вот эту, 750 литров, которые нагреваются здесь до 80 градусов, начинаем их потреблять. Миксеры, понятно, отрабатывают, выдерживают заданные температуры, то есть там в районе, всё зависит, конечно, температура наружного воздуха, миксеры отрабатывают и поддерживают заданные значения, и вот так вот потихонечку, потихонечку мы эту бочечку кушаем. В данном случае получается, что газовый котёл стоит в стендбайе, и потребление газа в этот момент не происходит. Вот. Это вот то, что касательно аккумулирующей ёмкости, понятное дело, что установлены послойно термометры, это чисто для анализа и сервиса, чтобы было понимание, что у нас вообще происходит и какие температуры у нас есть здесь. Ревизионный люк для последующей чистки ёмкости, которую желательно ну хотя бы раз в три года, может быть в пять лет, имеет смысл вскрыть, слить, вскрыться и почистить. В качестве теплоносителя здесь, как вы уже я рассказывал, используется вода. Ну, тут некая существует ещё группа безопасности, вот этот предохранительный клапан, да, то есть не дай бог у нас тут что-то поломается и пойдёт не так, да, то есть будет расти температура и будет расти давление, тогда предохранительный клапан сработает и сбросит избыток давления. Подходим дальше, что мы видим, бойлер горячего водоснабжения, бойлер горячего водоснабжения здесь опять же имеет в нижней части змеевик, который использует солнечную энергию для нагрева горячего водоснабжения, в верхней части находится змеевик, который греет у нас уже газовый котёл. То есть когда солнца нет, когда у нас оттуда не поступает некий теплоноситель, который может принимать участие в нагреве бойлера, то газовый котёл у нас греет, ну условно говоря с этих 400 литров приблизительно 200 литров горячей воды, которой вполне достаточно на семью, тут по-моему четверо человек живут. Смотрим дальше, ну понятно дело, система водоснабжения, она здесь реализована тройниковой, то есть вот у нас линия подачи горячего водоснабжения и циркуляционной линии, подача холодного водоснабжения, это первый этаж, вентиля, ну запорная арматура, спускные вентиля, это ввод холодного водоснабжения, здание здесь реализован, манометр давления, который, я говорю всегда, измерительных приборов никогда не бывает много, чем, ну понятно дело, что всё должно быть логичным, и не надо перебарщивать с этим, но и большое количество измерительных приборов, которые могут дать какую-нибудь информацию о системе как-то водоснабжения или отопления, они лишними не бывают. Дальше мы видим циркуляционный насос горячего водоснабжения, если кого интересует, это старзе, вилла, понятное дело, обратный клапан, запорная арматура для последующего сервиса Гвизевичок, термометр, который показывает, как видите, у нас здесь температура возвращающейся горячей воды порядка 48 градусов, запорная арматура. Та же самая история, это второй этаж, опять, запорная арматура, спускные вентиля, везде, как я уже сказал, тройниковая система используется. Ну, что вам тут ещё видно? Опять же, я всегда говорю, что легче всегда пойти посмотреть температуру горячего водоснабжения на здании, когда есть некий прибылый термометр, который может показывать это, да? Ну, вот он. Ну, так же самое можно, понятное дело, что всё посмотреть на газовом патлее. Ну, мимоходом глянул, всё окей. Расширительный бак, подпирающий бойлер с запорным вентилем и спускным вентилем и американкой. Дальше, идём. Насосная группа солнечных коллекторов. Ну, давайте я вам сниму, показать его. Вот она, собственно говоря, насосная группа солнечного коллектора. Опять же, запорная арматура, насос, расходомер, спускной вентиль, группа безопасности, расширительный бак соответствующего диаметра. И в верхней части вы видите два трубопровода, которые на креплениях стоят, которые в этой такой блестящей теплоизоляции. это нержавеющая труба гофрированная. Она покупается по дефолту у нас уже в бухтах. Они идут вот такой парой. Также вместе с ними идёт заложен кабель, для которого подключается в последующем датчик на солнечном коллекторе. И что ещё? И вот ещё один интересный момент. Ещё один переключающий клапан. Функция вот он. Функция его следующая. Потому что на автоматике RC-30 прописывается некий сценарий, некоторые графики, температурные режимы. То есть о чём идёт речь. первым, когда у нас поступает солнечная энергия, появляется теплоноситель температуры, которая может доходить, по-моему, если мне память не изменяет, порядка 120 градусов. По сценарию все эти 120 градусов поступают на змеевик от солнечного коллектора на змеевик бойлера и начинается нагрев бойлера горячего водоснабжения. Я вам, к сожалению, не могу показать. Здесь находится датчик, который фиксирует температуру бойлера газового котла, который используют, и в нижней части находится датчик, который фиксирует температуру, которую у нас выдает и нагревает более горячего водоснабжения солнечные коллекторы. Значит, как только поступает высокий теплоноситель в нижней змеевикных происходит нагрев бойлера. Датчик бойлера фиксирует, что мы, допустим, задали здесь температуру 60 градусов. Как только у нас здесь достигает температура горячей воды 60 градусов, вот этот переключающий клапан переключает потоки теплоносителя и которые поступают вот сюда в змеевик. Вот он. Вот этот вот и вот это вот. Это вот змеевик. И у нас начинает так как температуры высокие, солнце у нас кочегарит, бойлер мы нагрели. Дальше как только нагреваем бойлер избыток вот этого теплоносителя с высокой температуры мы переключаем на змеевик, который в аккумуляционной ёмкости. Мы начинаем нагревать вот этот объём 750 литров уже солнечной энергии. Ну из практики когда хорошие солнечные дни, ну скорее всего это где-то вторая неделя уже апреля приблизительно до обеда до обеда у нас нагревается бойлер до 60 градусов и дальше переключается эта вся энергия на нагрев аккумуляционной ёмкости и где-то порядка, ну я думаю, что где-то часам к 5 дня здесь уже у нас под 80 градусов. Всё, мы нагрели, газовый котёл становится в стендбай, горячую воду греть не надо, отопление греть не надо и мы начинаем пользоваться тем, что нам помогло солнышко. Хочу вам подчеркнуть это, то есть, ну что это такое у нас, то есть, получается, мы апрель и май мы получаем отопление. Отопительный сезон у нас начинается где-то приблизительно, ну понятное дело, что в зависимости от погоды, но обычно это примерно вторая-третья неделя августа уже потихонечку есть запросы, что нужно включать отопление и уже, значит, получается где-то с середины августа и до примерно первой недели октября у нас солнце ещё принимает участие как в нагреве горячего водоснабжения, так в нагреве и системы отопления, то есть поддержке системы отопления. Хочу подчеркнуть, что приоритет отдаётся горячего водоснабжения, а всё избыток остатки мы уже скидываем уже для нагрева отопления. То есть хочу подчеркнуть, что это именно поддержка отопления, это неполноценная система. Мы живём не в том регионе, где круглый год солнечной энергии достаточно, чтобы использовать её в системе отопления. Может быть это такие страны там наверное Юг Европы, Италия, Испания, это ещё возможно. И то я очень сильно сомневаюсь. Но кстати я когда вам показывался на видео где я ездил в Хорватию мы с товарищем ездили переделывать котельную, там это тоже такая система реализована, но только основным источником там являлся не газовый котёл, а тепловой насос. Ещё интересный момент. Система отопления. Как вы понимаете, что плюс-минус это так и есть. Дом 300-250-340 квадратных метров системы отопления будет в районе 300-400 литров. О чём идёт речь? О расширительных баках, которые необходимы установить на систему отопления. Но я не буду заострять внимание на то, что расширительный бак должен стоять на обратном трубопроводе. Это понятно всем. В данном случае, если мы говорим про 300-400 литров системы отопления, как вы видите, здесь расширительный бак. Расширительный бак здесь 35 литров. Я называю, что у нас система отопления плюс-минус 300-400 литров. Здесь, по-моему, если мне память не изменяет, было 450 литров в системе отопления. Помимо того, что здесь в газовом котле стоит расширительный бак на 12 литров, было добавочное 35. То есть, обычно считается так, 10 процентов. Понимаете, я не хочу тут умнить. Я, конечно, могу вам тут нарисовать кучу формул и тому подобное по подбору расширительных баков и так далее. Но вы же, когда приходите в интернет, вы же ищите готовое решение. То есть, есть вопрос, должен быть ответ. Не вот эти графики, которые вы ни хрена не понимаете и вам что-то делать нечего, там что-то садится высчитывать. Поэтому, самое простое, 10 процентов от объема системы отопления. И все. 35 плюс 12, 47. У нас 450. Вы скажете мне, Диде Юра, так у тебя еще 750 литров здесь, как здрасте. Идите сюда. Идите сюда. Вот он, наш расширительный бак. И вот это, вот этот расширительный бак, он работает. он начинает работать только тогда, когда в системе отопления начинает принимать участие аккумуляционная емкость. То есть, вот этот вот переключающий клапан открывает, меняет потоки и при таком раскладе этот расширительный бак и эта аккумуляционная емкость начинают принимать участие в системе отопления. В остальных случаях, когда у нас здесь заданных температур не достигнуто, эта емкость и вунта емкость не принимают никакого участия вообще. То есть, она, грубо говоря, отсекается от системы отопления. Но это, опять же, за счет переключающих клапанов и датчиков. Ну и, соответственно, заложенных сценариев в автоматике. Посредством чего, собственно говоря, газовый котел и автоматика РЦ-310 понимает, с чем она имеет дело и откуда приходят все данные, на основании которого она принимает какие решения, что сейчас делать. В данном случае, это в насосных группах, но это известный факт. Я не буду, ребят, разбирать его. здесь стоят ММ-100, на которые закоммутированы насосы и температурные датчики, переключающий клапан, датчик на обратке здесь, датчики на буферной емкости, датчики бойлера горячего водоснабжения, солнечный коллектор с насосной группой солнечного коллектора. это вот тот большой белый блок, видите, это МС-200, МС-200, по-моему, если мне память не изменяет. И, собственно говоря, интернет-модуль, посредством которого заказчик может контролировать и осуществлять некие базовые настройки горячего водоснабжения и отопления, плюс некая чистая информация о состоянии температуры на солнечном коллекторе, на системе отопления, на системе горячего водоснабжения. Хотелось бы рассказать очень интересный нюанс, которые были здесь при, собственно говоря, вообще монтаже всех инженерных коммуникаций в этом здании, что настройки важно, когда электрики, вентиляционщики, сантехники работают вместе, не ругаются друг с другом, а именно вместе. Вот в данном случае тут были некие ошибки в проектировании, собственно говоря, пришлось вносить некие изменения, то есть по своей сути я появился со своими коммуникациями там, где меня быть не должно. И, собственно говоря, начал создавать некие проблемы, но в меньшей степени электриком, в большей степени вентиляционщиком. И как мы здесь это все реализовывали, я вам сейчас расскажу. Это очень интересная история, когда вменяемые все мы собрались. Ну в данном случае в основном это у кого большие диаметры, это у сантехников и у вентиляционщиков. Шахта для дымохода, вентиляции котельной, для рекуператора и так далее и тому подобное, она только такая, какая она есть физически. И мы просто сели с чертежами, с проектами и посмотрели, кого нужно пропустить первым и где он должен пройти, дабы он не создавал дальше, или если и были препятствия, то они должны были быть минимизированы, чтобы исключить помехи друг другу. собрались, обсудили, согласовали, погнали. И тут было, что интересно, что вот эта аккумуляционная ёмкость в этом здании появилась в самую последнюю очередь, потому что если бы я её поставил сразу, я бы создал массу проблем всем, и электрикам, и вентиляционщикам. Поэтому я сначала собрал систему отопления, запустили в доме отопление, в доме стало комфортно работать. Я прошёл с дымоходом и вентиляцией газовой котельной через перекрытие вышел на крышу и закончил свою работу. Потом после этого после вентиляционщики проложили свои воздуховоды, ну и больше всех очевидно тут с нами настрадались электрики, их лоток, да, опять же, я сначала проложил своё водоснабжение, все попросили прижимайся максимально кверху, я прижался, после этого электрики проложили свой лоток, после этого вентиляционщики дособрали свою систему и только после, и даже бойлер горячего водоснабжения я не ставил, но у меня уже всё было подготовлено, и только после этого я подключил бойлер горячего водоснабжения, ребята по-моему нет, вентмашину вешали уже позже, я и знал где её место, после этого я только поставил аккумуляционную ёмкость, потому что здесь больше некому лазить ничего не нужно, никто ничему не мешает, и только после этого я это уже дальше дособрал, и ребята дальше потом поставили вентмашину, и осуществили подключение, настройку и тому подобное, и электрики дальше закончили. Значит, ребят, про котельную рассказал, но нового ничего не покажу, все шкафы тёплых полов, ну как всегда у дяди Юры по дефолту всё автоматизировано, всё подписано, в данном случае стоит упоноровская автоматика проводная, да, в принципе, скажу так, что если бы, ну видите, здесь много железобетонных конструкций в здании, немножко побоялись беспроводное ставить, что будет связь пропадать, поэтому мы использовали проводную автоматику УПАНОР. Сейчас подойдём к одному из, в одно помещение какое-нибудь, я просто покажу, как это выглядит. Ну вот он, мы вот сейчас в данном случае зашли просто в ближайшее помещение, которое было от котельной, поверьте мне, всё везде идентично. Вот комнатный термостат, который висит на высоте приблизительно метр шестьдесят от пола, который фиксирует температуру, отдаёт команду на коммутационный модуль, соответственно, если тут здесь задано, давайте посмотрим, вроде интереса о влажности, это вот то, что кто-то рассказывает, что при наличии, я присяду, при наличии тёплых полов и рекуператора, что в помещении сушеный воздух, вот вы видели влажность. в данном случае здесь задана температура 22 градуса, видно, что комнатный термостат отдал команду на закрытие и там контур отопления закрытый, он стоит в стендбайе, потому что в помещении зафиксирована температура 22,6 градуса, поэтому ну вот такой вот санузел, зеркальные двери в душевую, такого я ещё не видел ни разу, прикольно, вот это интересное решение, здесь находится душевая, можно заглянуть, ну вот такая манипусенькая, сразу хочу сказать, что золото здесь не фуфловое, а натуральное, 24 карата, всё, видите, всё в золоте, господи, думаю, что это, это мусорник на сенсорах, заценитель, извини, извини, всё больше не тревожим тебя, не тревожим, смеситель сенсорный, рамки здесь стоят, инсталляции гиберит, ну из таких приколов, вот заказчик снимал кнопки, гиберит отсылал в Нидерланды, в ювелирку, и тут покрывали это всё натуральным золотом, собственно говоря, как и это, даже ёршик позолотили, ну ребята, не воспринимайте, ну это, скажем, такая некая глупая шутка дяди ёры, ну выглядит в принципе очень красиво, так как существуют золотые элементы в кафеле, да, исходя из этого, и подбирались и смесители, вот эти вот, блин, сенсор, Аксор, он сошёл с ума, тихо, тихо, собственно говоря, клик, да ёканый бабай, клик-клак, это затыкать раковину, если необходимо, соответственно, и сифон позолоченный, ну то есть, все элементы декоративные позолочены. Ладно, ну суть не об этом была, я вам просто рассказал про комнатный термостат, и здесь вот всё вот таким же образом реализуется на первом и на втором этаже. Всё, пойдёмте обратно в котельную. Ввод холодного водоснабжения в здании. Опять же, всё на начальной стадии было, приблизительно понимание, что вот в этой, вдоль этой стены было изначально, потому что существовали проекты. Ну было понятное дело, что всё не угадаешь точно, как вывести. Вот здесь было заштроблено, она пришла, здесь холодная вода, здесь холодная вода городская, она пришла, её заштробили, чтобы она не мешала здесь ничему, и вот она выходит, запорная арматура, фильтр грубой очистки, некий байпас, и дальше пошла холодная вода, пошла, пошла. Что это? Я уже как-то рассказывал, это некий фильтр от фирмы вулкан, то есть я не могу проанализировать его работу, это только надо вскрыв трубопроводы или какие-то нагревательные элементы, туда можно понять. Условно говоря, этот приборчик изменяет структуру кальция, ну если смотреть, ну условно говоря, под микросхопом на кальций, то он выглядит вот такая, как звёздочка, и вот она типа летит под трубопроводом, и если есть где-то какие-то отводы, она может здесь зацепиться, и, скажем так, зарастать, зарастать, зарастать. В данном случае этот прибор изменяет его структуру со звёздочкообразной на палочкообразную, и то есть он не уничтожает кальций в системе водоснабжения, он его просто превращает в палочкообразную форму, ну как я это понимаю. Честно скажу, я не могу это прокомментировать, потому что никогда там, где эти установлены, эти приборы, я не вскрывал некие нагревательные элементы и не видел, если там нарастает этот кальций или не нарастает. И мы, грубо говоря, этот кальций просто выливаем через кран. Всё. Выпрямляет его. Да. Выпрямляем кальций и просто выливаем через кран. Пошла вода, фильтр, опять же, грубой очистки, счётчик холодного водоснабжения. Это не коммерческий счётчик, потому что коммерческий счётчик находится на улице в люке. Здесь просто, чтобы зимой не бегать, с лопатой там не отковыривать, не смотреть, условно говоря, там было по нулям, здесь поставили по нулям. Здесь стало 300 кубов, значит, там тоже 300. Вот и вся история. Это просто чисто, чтобы облегчить человеку жизнь, заказчику, чтобы не бегать туда в этот люк. Тем более, что, скорее всего, что у нас сейчас устанавливаются счётчики, все с удалённым доступом, то есть машина просто едет и считывает показания счётчиков и всё. Адрес счётчик. Дальше эта холодная вода поступает в умягчитель, выходит из умягчителя и на пути у него стоит ГРОЭСС-ГУАРД, это клапан на утечку. Я тоже, я рассказывал на своих видео про эти такие клапаны, не рассказывал, не, не рассказывал, по-моему, ещё. Одно время это был просто хит сезона, сейчас цены на них просто улетели куда-то в стратосферу. То, что стоило раньше 600 евро, сейчас за 1100 уже стоит базовый комплект Сенс ГУАРД плюс 3 сенсора. Что этот опять же через АП-приложение заказчик может контролировать систему водоснабжения своего здания? В каждом потенциально опасном месте, где нужно исключить утечку, устанавливаются вот такие беспроводные сенсоры. Они на пальчиковых батарейках, грубо говоря, видите, вот два контактика. Если на полу появляется, не знаю, вот так вот видно, что они немножечко торчат. Видно, да? Как только на полу появляется влага, датчик фиксирует, начинает моргать красным цветом, сюда поступает команда, в течение в течение 8 секунд, по-моему, в течение 8 секунд холодная вода отключается в здании. А так как источником горячего водоснабжения является бойлер, нет холодной воды, соответственно, нет и горячей воды. Понятное дело, некий плюх, я думаю, давление упадет в ноль. это, ну, примерно, наверное, литров 10-15, наверное, выльется. Также этот датчик фиксирует влажность и температуру в помещении. Ну, понятное дело, в том месте, где он находится. Здесь эти датчики расположены во всех потенциально опасных местах, как то котельная, душевая и санузел это когда выходим со своей гольф-площадки, заходим в здание, чтобы не ходить через весь дом, можно попасть туда, спокойно помыться, если вы испачкались, и потом заходить уже чистеньким и нарядненьким в свой красивый дом. Там датчик стоит на кухне, санузел первого этажа, мастер-санузел, это, то есть, там ванная и душевая туалет и два детских санузла, итого девять сенсоров. Эти девять сенсоров контролируют систему водоснабжения на предмет утечки. Что эта еще штука выполняет? Во приложении каждый сенсор прописывается и прописывается то помещение, в котором он находится, там указывается, что там находится, раковина, унитаз, ванна, душ и тому подобное. Понятное дело, что это известно физически, сколько через некий сантехнический прибор может вылиться воды при таком-то, таком-то давлении. Исходя из этого можно запрограммировать, записать сколько литров. Также можно зная суточное потребление холодного и горячего водоснабжения, в данном случае холодного водоснабжения, потому что холодное водоснабжение это не только холодная вода, но и горячая вода. И можно узнать суточное потребление и вписать их к себе через АП-приложение, что условно говоря, Наш дом в сутки потребляет 100 литров холодной воды для потребления холодной воды и нагрева горячей воды. 100 литров. Как только этот литраж будет превышен, клапан это истолкует как утечка. И водохолодное водоснабжение будет перекрыто. И сразу же заказчик у себя на смартфоне получит сообщение. В данном случае будет написано утечка. Бросаем все, бежим. Утечка это, а утечки нету, а это оказывается. Где-нибудь залипла кнопка на унитазе, и вы льете холодную воду, сливаете в унитаз. Не работающий расширительный бак, как у нас многие ковбои делают. Там стоит предохранительный клапан, защищающий бойлер от разрыва. Предохранительный клапан вышел из строя, и одели шланг, шланг на глушняк в канализацию. Никто не знает, что происходит. А счетчик холодной воды крутится, а деньги капают. То есть, как бы получается, он стимулирует владельца этого здания на поиски и устранение причин утечки. То есть, мы визуально видим, нигде утечки нету. Значит, мы ищем те потенциальные места, где может происходить утечка. То есть, предохранительный клапан – раз, текущие унитазы – два, капающие смесители – три. Кап-кап-кап-кап-кап-кап. Вот капелька по капельке, курочка по зернышку, вылетает потом в денежные знаки. Вот такую функцию выполняет Грой Ассенс Гуард. Что вы еще здесь видите из интересненького? Это увлажнитель воздуха, который завязан на вентиляцию. И некое устройство, которое, скажем так, здесь дело в том, что у увлажнителей, понятное дело, нужен некий пар. Значит, существуют тены, происходит нагрев водоснабжения, чтобы оно превратилось в пар до неких экстремальных температур. И чтобы эти тены послужили подольше, врезали здесь подачу холодной воды через обратный осмос. То есть, вычищаем в ноль. Сколько он там вычищает, по-моему, до девять. То есть, тут практически дохлая вода выходит. 96%, по-моему, он очищает. Или 94%, точно не помню. То есть, мы сюда подаем совершенно дохлую воду, очищенную. Тем самым пытаемся защитить тены на увлажнителей. Я так понимаю, что такую идею здесь преследовали. Ну, то, что там у вас на заднем фоне видно, ну, это... Это человек поставил два года назад ещё. Когда вот этого вселенского психоза с дорогой электроэнергией ещё не было. Когда она стоила ещё смешных денег. Ну, человек это уже установил тогда сразу же. Эти панели. Ну, и, собственно говоря, вент-агрегат. И его управление. Сейчас рассказ про эту котельную закончен. Так как здесь очень мало места и, скажем так, расставиться тут и что-то порисовать не очень удобно получается. Поэтому мы сейчас сменим локацию. Я там поставлю доску. Нарисую гидравлическую схему. И дам ей пояснение. И мы ещё немножечко так подмонтируем. Чтобы, то есть, мало указать на чертеже что-то. На проекте, как реализовано. Мы, может быть, будем даже опять выдирать вставочки. Просто вам подкладывать, чтобы для лучшего понимания, как это вообще вся система отопления работает. Итак, сменили локацию. Я набросал гидравлическую схему. Всегда я вам рекомендую, даже если у вас нет проекта по монтажу котельной, накидать себе какую-то принципиальную схему, как вы что должны монтировать, со всеми датчиками, сенсорами, приводами, насосами и так далее. То есть, чтобы вы ничего не забыли. Это самое главное. То есть, накидали себе какую-то принципиальную схему и дальше погнали строить. В данном случае проект был, но ничего нет. Эту нельзя назвать схему очень сложной. Но некоторые элементы здесь есть, которые нужно было заранее продумать. И так как вы видели, что в той котельной достаточно малое место было, появился угол определенный, где нужно было маневрировать с трубопроводами и расставить оборудование, чтобы хотя бы хоть какой-то маломальский, даже такой дрыщ, как я, мог забраться, где-то там что-то открыть, перекрыть, слить и тому подобное. Итак, схеме. Как вы помните, Будерос, 172-й, две насосные группы, которые отвечают за первый этаж и за второй этаж. Ребят, сейчас по памяти не помню, по-моему, более 20 контуров на каждом этаже теплых полов. Дом отапливается только теплыми полами. Соответственно, все здесь автоматизировано. Вы это все видели немножечко ранее на видео. Сейчас я рассказываю о гидравлической схеме. Далее идут. За каждый этаж отвечают насосные группы с миксерами. И что дядя Юра забыл? Дядя Юра забыл указать, что у нас есть еще датчик наружного воздуха. И все у нас работает отопление по классической схеме. То есть, вот эту часть сейчас, не обращайте на нее внимания вообще. То есть, мы на газу работаем. Все по классике. Пошло через гидрострелку, через насос, шкаф теплых полов. Вернулось. Ничего нового. Управление РЦ-310. Погода зависимая автоматика. Опять же, как я помню, посмотрите ролик. Я про автоматику рассказывал. Есть определенный график. Задаются определенные верхняя точка и нижняя точка. В зависимости от температуры наружного воздуха. В данном случае это теплые полы. И, соответственно, верхнее ограничение стоит 38. Это при минус 21. И нижняя точка стоит приблизительно в районе 20 градусов. Это уже плюс 15. При плюс 17 на улице, как только фиксируется, отопление отключается. Вот так это, если классически, то вот так это все работает. Но у нас же система немножечко сложнее. И в данном случае мы используем еще солнечную энергию не только для нагрева бойлера горячего водоснабжения, но и для некой поддержки отопления. Давайте сейчас я про ту часть вам порассказываю. Значит, опять же, все классически горячее водоснабжение. Прошел теплоноситель 82 градуса. Извините, мне просто сложно, чтобы тут не петлять. Я вот так показал, что это за аккумуляционной емкостью прошел трубопровод. Попадает в верхний змеевик. Через змеевик проходит и возвращается обратно. Датчик, который фиксирует автоматика, на который задан. Ну давайте условно. 53 градуса мы задали. Этот датчик контролирует 53 градуса вот в этой зоне бойлера. И за этот змеевик отвечает газовый котел. Еще раз повторяюсь. Есть запрос на нагрев горячего водоснабжения. Датчик зафиксировал падение некой температуры. Газовый котел, переключающий клапан здесь, переключился. И пустил теплоноситель по этому трубопроводу. Прошел через змеевик. Датчик и вернулось. И так у нас эта вода, теплоноситель 82 градусный, вот так вот циркулирует. До тех пор, пока датчик не зафиксирует. Здесь требует, ну допустим, 53 градуса. Дальше опять зафиксировал. Переключающий клапан переключил. Газовый котел уходит опять в режим отопления здания. Что у нас? Ну и соответственно, давайте я просто договорю про горячее водоснабжение. Циркуляционный насос, обратный клапан, грязевичок на всякий случай. И вот здесь в верхней точке выходит горячее водоснабжение на здание. И возвращается циркуляция. Как всегда классика жанра, вход холодной воды в бойлер снизу. Все эти атрибуты, я здесь не расписывал это. Это вы все и так можете посмотреть про подключение бойлера горячего водоснабжения. Она остается классической, несмотря на то, что газовым котлом делается или еще плюсы солнцем греете. Все по классике. Вентиль, обратный клапан, расширительный бак, предохранительный клапан. Все это должно присутствовать на линии холодного водоснабжения, которая входит в бойлер горячего водоснабжения. Теперь про солнце. На крыше, как я уже говорил, у заказчика установлены, по-моему, 7,5 квадратов Визман Витасол 300 ТМ. Начинает греть солнышко, нагревает здесь теплоноситель. Теплоноситель высокой температуры пошел, 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 пошел. Через змеевик, через змеевик возвращаем обратно туда его. И вот так вот гоняем, пока опять не достигли заданных температур. В данном случае, в данном случае, конкретно это котельный, вот это фиксирует, вот этот вот датчик. Вот этот вот датчик фиксирует. В бойлер горячего водоснабжения установлено, что у нас в нижнем слое нужно иметь 60 градусов. Датчик эмутируется на МС-200, МС-200 подключен к РЦ-310, потому что все задачи выставляются именно с этой автоматики. Фиксируется температура некая, которая есть уже и которую можно использовать для нагрева бойлера. На коллектор устанавливается датчик, который опять же подключен к МС-200. То есть этот датчик фиксирует, что у нас появился теплоноситель достаточной температуры, чтобы мы могли нагревать бойлер. Запускается насос и начинается циркуляция по змеевику. И мы начинаем греть бойлер. Если здесь 60 градусов будет, значит и здесь будет. И этот датчик, значит, будет говорить котлу, что слушай, тут газ не используй. У нас солнечная энергия, это все дело нагрелось и все хорошо. Понятно, я вам, ребят, рассказал, как это работает. То есть если солнца нету, а запрос горячей воды есть, датчик фиксирует температуру, и газовый котел включается и греет вот эти верхний слой. Там в данном случае более, по-моему, 400 литровый. То есть мы приблизительно в районе 150-200 литров нагреваем, и у нас вот в этом слое всегда горячая вода. И если у нас есть солнечная энергия, можно использовать, то у нас греется нижний змеевик, который фиксирует, датчик вот здесь стоит. И, соответственно, если уж здесь 60 градусов есть, то и здесь будет тоже 60 градусов. Вот так это работает, если нужно только горячее водоснабжение. Но в нашем случае заказчик попросил, чтобы можно было обеспечить еще и некую поддержку отопления. Для этого тоже существует решение. И, как видите, это устанавливается некая аккумуляционная емкость. По-моему, она была у нас в районе 700 литров. Со змеевиком. Я взял специально змеевик, чтобы было два змеевика, чтобы увеличить мощность, чтобы быстрее нагревать бочку. И здесь, как вы видели на видео, я здесь поставил перемычку, закольцевал два змеевика. Устанавливаются два сенсора в верхнем слое и в нижнем слое. Это важно для автоматики, чтобы она понимала, какие температуры здесь существуют. И устанавливается на линии солярного контура переключающий клапан RAS, который коммутируется в MS200, MS200 опять по буст-кабелю в RC310. И устанавливается второй переключающий клапан уже на линии обратки отопления. И здесь же опять устанавливается датчик. Теперь на пальцах, как это работает. Здесь на автоматике задается определенный алгоритм, куда мы сначала используем тот теплоноситель, который получили от солнечной энергии. Либо мы сначала заряжаем аккумуляционную емкость, а потом по остаточному принципу бойлер. Либо бойлер и потом аккумуляционную. Вот так тут и сделано. То есть задана задача следующая. В бойлере 60 градусов, солнце греет, теплоноситель пошел, нагреваем. Нагрели до 60 градусов бойлер, переключающий клапан переключает потоки. И у нас, то есть бойлер нагрели, переключается клапан и у нас начинает, так чтобы мне тут показывать пальцем вам, и у нас начинает двигаться теплоноситель уже, так как отсюда у нас вот это заткнулось, циркуляция здесь останавливается. И у нас открывается вот эта линия, и у нас пошел теплоноситель вот так, по змеевику. Сюда, 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 сюда. Эта линия становится закрытой, открывается эта. И начинает заряжать аккумуляционную емкость. Здесь у нас поставлено на аккумуляционную емкость 80 градусов. И плюс еще остатком бывает, когда солнца достаточно, остатком бывает, что добивает чуть ли не до 90. Вот так это работает. И опять же, как только зафиксирована температура 80 градусов здесь, переключающий клапан переключается в исходное положение на нагрев горячей воды. Нагрели, нагрели. Автоматика зафиксировала, что у нас здесь есть достаточная температура, то есть, вернее так, автоматика зафиксировала некую температуру здесь. Ну, в данном случае 80 градусов. Она понимает. А вот здесь у нас стоит сенсор, который меряет обратку из теплых полов с дома. Понятное дело, обычно из практики у нас приблизительно в холодные месяцы на систему отопления теплых полов теплоноситель подается максимально от 27 до 30 градусов. То есть, обратка здесь будет в районе 25. Как только здесь температура выше, чем 25, вот здесь в аккумуляционной емкости, переключающий клапан закрывается вот здесь, вот в этом месте. И у нас начинает теплоноситель идти вот сюда, в обратку, всё верно, в обратку, по обраточке, пошёл, 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 котёл видит, ёлки-палки. У меня задача держать теплоноситель там 27 градусов, а у меня сюда приходит 80. Он понимает, что обратка выше, чем подача. Стоп, потребление газа прекращается и теплоноситель, как через перемычку, я вам примитивным языком рассказываю, проходит через котёл и пошли эти 80 градусов сюда, сюда, миксер отрабатывает те же самые заданные 27, 27, забирает только ту порцию теплоносителя, чтобы было 27 и в обратку. И обратно. И уже идёт обратка не в котёл, а обратка идёт в бочку. И вот так вот, вот это вот, то есть вот здесь у нас заполнен, это змеевик, здесь всё теплоноситель внутри. И у нас вот так вот, то есть котёл стоит в стендбайе, и у нас теплоноситель вот так вот и циркулирует. Вот сюда, 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 через бочку. И мы на протяжении, условно говоря, суток, если у нас есть запрос, потребляем бочку. Целый день газовый котёл стоит выключенным. И, соответственно, если бойлер нагрет, то опять же он стоит выключенным. Вот так, если на пальцах, это всё работает. Ещё такой некий нюанс, я вам не указывал здесь, но вы видели на видео, что здесь на обратном трубопроводе стоит сепаратор шлама и магнетита. И сепаратор воздуха ещё, да. Это этот нюанс. Ну и вот то же самое, что у нас общая система безаккумуляционной ёмкости, система отопления, порядка была, порядка 300-400 литров. И, как видите, к нам в систему отопления добавляется ещё там, условно говоря, тонна теплоносителя. Но эта тонна у нас участвует в системе отопления только тогда, когда у нас здесь есть необходимая температура, которую мы можем использовать в качестве теплоносителя для отопления. В остальных, во всех случаях, переключающий клапан закрывает вот эту линию и открывает вот эту линию. И система отопления начинает работать по классической схеме, как будто этой бочки здесь нет. Важно не забыть поставить расширительный бак, который подпирает именно вот эту систему. Потому что здесь в классическом котле 12-литровый расширительный бак, соответственно, здесь стоит добавочный ещё, чтобы обслуживать вот эту систему отопления. Как только у нас в системе отопления появляется ещё 700 литров, нужно принимать участие расширительный бак. В остальных случаях, как только здесь нет температуры, вот этот элемент у нас из системы отключается. Вот и вся история. Что ещё хотелось бы сказать, это надо обязательно не забыть поставить там, где очень высокие температуры. Нам нужно защищать систему. Это предохранительные клапаны. И вы это видели на видео про котельную, когда мы снимали непосредственно в котельной, что стоял предохранительный клапан. То есть здесь очень высокие температуры, если что-то произойдёт, существуют риски перегрева. И чтобы у нас тут оборудование разорвало, происходит сброс через бритых хранительный клапан. Вы видели там такой у меня через штуцер накручен шланг и в ёмкость некую отведена трубопроводом, чтобы не забрызгать котельную полностью. И та же самая история на солярной системе. Вы видели расширительный бак и отвод через штуцер, трубочка. И не то, что... И там ёмкость специально поставлена, потому что здесь у нас в данном случае везде гликоль. Везде гликоль. Да? Ну имеется в виду в змеевиках. В ёмкости здесь это теплоноситель, здесь в ёмкости это горячее водоснабжение. Вот такие нюансы. Ну и все приколы в основной своей массе в этой системе это наличие правильно установленных датчиков. В данном случае на обратке, в аккумуляционной ёмкости, солнечный коллектор, бойлер. И фишка вся вот в этих переключающих клапанах, вот в этих переключающих клапанах и в той автоматике, которая способна это всё оборудование увидеть и синхронно. То есть всё у нас, как бы это сказать, что бывает частенько, что автоматика отвечает за систему отопления, другая автоматика отвечает за солярный контур, третья там за горячее водоснабжение и тому подобное. Я всегда стрельнусь к тому, чтобы подбирать таким образом оборудование, чтобы один аппарат видел всё. Что в данном случае было реализовано. Значит, то, что касательно солнечного коллектора, немножечко неких подробностей вам, может быть, кто-то не знаком. В данном случае это установлены вакуумные трубки, ну, в общем, система солярная ВИТАСОЛ, ВИЗБАН ВИТАСОЛ 300ТМ. Как выглядит теплообменник, который находится вот в этой вот части? Это медный теплообменник, состоящий из двух частей, подающего обратного, который он может собираться в поле, по-моему, до 15 квадратных метров. Ну, я сейчас на примере вам в разрезе показал, как это осуществляется. То есть это, ну, условно говоря, ребят, медная некая трубка вот такого вот плана, но она там не трубка, а отлитая такая плашка. Через неё вот так вот протекает теплоноситель. Они на разжимах таких, вы разжимаете и вставляете в вакуумную трубку. Вот в данном случае конденсатор становится вот в эту часть, вот сюда. И вы его закликиваете. В данный момент считается, это сухой монтаж, так что ли, как-то они его там называют. То есть не как теплоноситель, только посредством передачи тепла от конденсатора теплообменнику. Вот таким образом нагревается теплоноситель. Да, то есть всё на сухоподключение, всё происходит здесь. То есть гликоль, гликоль, как я и нарисовал вам на рисунке, заходит, проходит, сняло тепло и пошёл теплоноситель высокой температуры уже непосредственно к насосной группе. И уже раздаётся, там уже нагреваются элементы необходимой боли, ракоммуляционной ёмкости. То есть состоит из медного теплообменника в вакуумной трубке. Вакуумная трубка состоит, собственно говоря, из самой вакуумной стеклянной трубки, в которой монтирован поглотитель. Через поглотитель проходит тепловая трубка, тепловая трубка, которая переходит в конденсатор. Итак, как же это работает? Дабы вас не ввести в блуд, я просто воспользуюсь и прочту вам то, что пишется в технической документации. То есть в вакуумной трубке находится поглотитель. В поглотителе установлена тепловая трубка, заполненная испарящей жидкостью. Тепловая трубка подсоединена к конденсатору. Конденсатор находится в двухтрудном теплообменнике, изготовленном из меди. То есть вот это вот сюда. Тепло передается от поглотителя в тепловую трубку. Вследствие этого жидкость испаряется. Пар поднимается в конденсатор. Пар поднимается вот сюда в конденсатор. В двухтрудном теплообменнике, в котором находится конденсатор, тепло передается протекающему теплоносителю. То есть вот здесь передается тепло вот этому протекающему теплоносителю. При этом происходит конденсация пара. И процесс... Ну, конденсат возвращается в нижнюю часть тепловой трубки. Вот сюда, в нижнюю часть. И процесс по новой повторяется. Вот так вот, ребята, это приблизительно работает. Ну, вот так, ребята. Ну, насколько мог, чтобы было доходчиво для всех, я постарался разъяснить и объяснить и принципиальную схему, и как работает солнечный коллектор. А то, как я его собирал, где-то... нет. Здесь или здесь где-то будет всплывет ссылочка. Есть ролик на этом, вы можете его посмотреть. Или, наверное, я в описании поставлю. Ну, что, теперь возвращаемся обратно в котельную. И будем на этом заканчивать. Итак, обратно вернулись в эту котельную. И завершаем. В завершении мне хотелось бы сказать несколько слов по поводу комментирующих мою котельную. Значит, я вам просто расскажу то, как было в жизни. Значит, заказчик, он уже много лет до этого жил именно с точно такой же системой, которая реализована здесь. То есть, он знал, что он хочет, и просто взял это и повторил в новом здании. То есть, то здание он продал, новое он построил. И здесь он построил точно такую же систему, как она была у него ранее. Поэтому все комментирующие о том, что красавчик дядя Юра развел очередного лоха, вот такие комментарии будут удаляться. Я такого не переношу. Потому что ваши комментарии очень далеки от правды. Здесь был сделан полноценный проект, согласно которого мы все это и реализовали с некими нюансами, с некими поправочками, которые согласовывались с заказчиками. Еще раз повторяю, заказчик здесь с инженерным образованием, технически очень грамотный. Он понимает, окупится там, не окупится. Сколько это стоит? Человек может себе это позволить. Понимаете? Может. И он не ставит приоритеты, окупится это не окупится. У него есть просто. Я хочу вот так. Можете реализовать это? Могу. Реализуй. Вот как было здесь, в данном доме. И еще раз повторяю, нужно благодарить наоборот людей, которые разрешают снимать подобные вещи. Потому что, ну скажем так, из всего, что вы видите у меня на канале, это приблизительно 30-40% того, что я делаю. Потому что в большинстве своих случаев категорически запрещается что-либо снимать. Категорически. И нужно благодарить людей, которые разрешают показать свою собственность. И в завершении всего этого, если вам понравилось это видео, поставьте лайк. А если вы не подписались, то как вы узнаете? Я же могу, я покажу вам и еще покруче кое-чего. Так что нужно нажать на колокольчик, который вас оповестит, что дядя Юра опять очередную какую-то залепуху построил. И хочет с ней поделиться вами. А если у вас возникли какие-то вопросы, ну понятное дело, чтобы нашим была какая-то обратная связь, пишите их в комментарии. И я в меру своей компетентности постараюсь на них ответить. Спасибо вам всем за внимание. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok